Экс-директор Бобруйского парка. Запустили фонтаны парка жила. То есть задача была, чтобы привлечь людей. Расскажет о любви к аккордеону. Мне мама купила аккордеон еще с 9 лет. И я самолучки и так учился. Что было самым трудным в Афганистане? Самое тяжелое – это то, что мы были одни, без семей. И какие качества ценит в женщине? Верность, преданность – это самое главное. Покажет семейную реликвию. Его подкручиваешь, и он играет. Один день. Мне предстоит такая очень важная миссия – вручить знак. Единственный диагноз. Чем крепче семья, тем крепче государство. Смотрите прямо сейчас. В этот уютный дом мы еще вернемся. А пока на часах 14.00. Подполковник в отставке Александр Виноградов занимается рабочими делами в кабинете военкомата. Вот уже 12-й год он возглавляет Бобруйскую городскую организацию общественного объединения «Белорусский союз офицеров» и 8-й – Могилевскую областную. В арсенале обязанностей – оказание помощи ветеранам вооруженных сил и их семьям. Здесь помнят каждого, кто много лет отдал к служению отчизне. Допустим, там заболела жена. Нет возможности, там где-то что-то не хватает, лекарства или что-то. Помогаем тоже, звоним в организацию, обращаемся. Мы очень тесно работаем с местными властями, с руководителями. Мы работаем с руководителем заводов, фабрик и так далее, потому что нередко выступаем у них тоже. И решаем эти вопросы. За плечами у Александра Петровича 25 лет военной службы. Но бывших офицеров, как известно, не бывает. Поэтому он и по сей день в строю и с жизненным призванием не расстается. Конечно, потом, когда уже умолился, трудно без этого. Уже организм привык этот. И так вот я стал заниматься общественной работой. Тем более я понял, что она нужна для государства. И я получаю удовлетворение. И даю отдачу в дальнейшем, как государственный человек, даю государству свой опыт, знания свои. Человек коммуникабельный, человек авторитетный. Не каждый смог бы на этой должности, тем более, что он совмещает две сразу. Он возглавляет Могилевский областной совет и Бобруйский городской. Две организации. Разорваться между областью и Бобруйском, тем более в Бобруйске самая многочисленная организация союза офицеров. Это довольно-таки сложно. Александр Виноградов. Председатель Бобруйской городской организации «Белорусский союз офицеров». Ветеран вооруженных сил Республики Беларусь. Воин-интернационалист. Родился 5 мая 1950 года в Алма-Ате. Окончил Алма-Атинский энергостроительный техникум. Новосибирское общевойсковое училище. Северопольское высшее военно-политическое строительное училище. Служил в Узбекистане, Казахстане, Афганистане, Белорусском военном округе. Работал директором ООО «Гарант», главным механиком на предприятии «Стеклоглуша». С 1997 по 2017 был директором Парка культуры и отдыха Бобруйска. 23 февраля отмечается День защитника Отечества и Вооруженных сил. Особую значимость этот праздник имеет для тех, кто выбрал в своей профессии служение Родине. И сегодня мы расскажем о человеке, который всегда стоял на страже ее интересов. Важный приоритет организации – патриотическое воспитание молодежи. Сам Александр Петрович придает этому большое значение. Он часто выступает перед школьниками и объясняет, что значит «Родину любить». Военно-патриотическое воспитание, оно не только сегодня, но всегда играло очень большую роль. Потому что только патриот, который действительно предан своей Родине, он может встать действительно на защиту своей Родины. А чтобы быть патриотом, надо начинать, я так думаю, надо начинать с любви к своей маме, к своему папе, к любви к своему деду, бабушке, то есть уважение к старшим, уважение к своим одноклассникам, уважение к своим сослуживцам, когда он уже придет в армию и так далее, и так далее. И все это перерастает в постепенно патриотическое воспитание. В преддверии важной даты – 75-летие Великой Победы – члены Белорусского союза офицеров проведут немало встреч с учащимися города. А еще в планах присвоить Бавруйской организации имя генерал-майора танковых войск Бориса Бахарова. Этот вопрос находится сегодня на рассмотрении в Могилевской областной организации общественного объединения. Он 4 года служил в Бавруйске непосредственно, освобождал город Бавруйск. И поэтому мы вышли с ходатайства, вот хлопцы подготовили бумаги уже, это ходатайство на Республиканский совет. И если это дело мы все-таки до конца доведем, а я думаю, что мы доведем это, то это будет здорово. Это Бавруйская городская организация имени генерала-майора Бахарова. Здорово. В составе областной организации, которой руководит наш герой, более полутора тысяч офицеров и прапорщиков, а также членов их семей. Среди них и воины-интернационалисты. В преддверии Дня защитника Отечества на очередной встрече с коллегами Александр Петрович вручил знак за активную работу с подрастающим поколением преподавателю до призывной подготовки Валентину Крыльяковскому. Воин-интернационалист тоже. Вот такой красивый знак и удостоверение. Подполковник он сам, 27-я школа, он там военно-патриотический класс, он возглавлял этот класс. И такой человек, который сам воин-интернационалист, активную работу ведет среди молодежи по патриотическому воспитанию. И, конечно, вот эта награда у него очень заслуживает. Что будет военным, Виноградов решил после службы в армии, которую проходил в отдельном саперном батальоне в Узбекистане и Казахстане. После демобилизации он окончил курсы артиллеристов, профильные училища и стал служить в военно-строительных частях, располагавшихся на территории бывшего СССР. Мы строили военные различные сооружения, мы строили, обустраивали части. Это, ну как вот, часть приходит на голое поле. Ни гаражей, ни жилья для офицера прапоря, ни бань, ни магазин, ну ничего. А потом проходит год-два и все это есть. Это были мы. В 1985 году он добровольцем отправился в Афганистан. В качестве командира отдельного батальона. У него в подчинении было 452 бойца личного состава и 37 человек из взвода охраны. Вместе с ними он занимался обустройством солдатского быта на чужбине. Все это делали мы сами. И магазины, и казармы, и воду добывали, бурили скважины. И вот представьте себе, голая степь, жара 50 градусов, пробуришь 70 метров, вода такая ледяная, холодная, чистая, голубая. Пить без проблем. Все это делали. Баню сделали сами, построили. Шиндант, Кандагар, Лашкаргах, Фарахрут, Тарагунди, Герат. Именно здесь располагались воинские части. И герою приходилось постоянно перемещаться из одной точки в другую. Перелеты небезопасные, сопряженные с риском для жизни. Признается, морально было нелегко, но ему помогали мысли о доме и близких. Самое тяжелое, это то, что мы были одни, без семей. Это было очень тяжело, конечно. Питание такое однообразное практически. В основном консервированные продукты тоже надоедало. Ну и, конечно, сама обстановка. Ты все время чувствовал, ты бортом летишь, думаешь, прилетишь, не прилетишь. Вот эта мысль, червяк, ты его вроде отбрасываешь, а он все равно крутится. По колонной пошел, обстрелы тоже, приедешь, не приедешь. Рядом командир наливников, я уже прослужил где-то год, а это наливники, они развозили топливо по Афгану. Он прослужил неделю, потом уехал в отпуск, с отпуска приехал, и на следующий день поехали в колонну, и он погиб. Видите как? Тут рулетка, кому как пойдет. В горячей точке планеты он пробыл более двух лет. Все это время его возвращение с беспокойным сердцем ждала любимая супруга Валентина Михайловна. Она откровенничает, не хватало мужского плеча. Ведь осталась тогда одна с двумя детьми. Но женщина знала, у Александра Петровича сильно развито чувство долга, и по-другому поступить он просто не мог. Ждать, наверное, нелегко, когда была одна, то это труда не составило. Тогда аж не была такая молодежь, как бы, ну, вольная. Считалось это законным. Если знаю, что парень в армии, то должна себя хорошо вести. А училась тогда в институте, тогда было мне не до чего. А уже когда с детьми, конечно, тяжело. Боя маленьких детей было. Все время переживали. Придет живой, не придет. Все передачи, все газеты, только Афганистан, только про него сочетали. Ну, слава Богу, Бог миловал, пришел. Продолжили жизнь нашу. Супруге Виноградова вместе 47 лет, а знакомы друг с другом более полувека. Учились в одном классе. Про такие пары говорят. Прошли огонь, воду и медные трубы. Различные испытания и трудности, кажется, только укрепили их союз и отношения. Женщине верность, преданность – это самое главное. То есть у любого мужчины, если он женился, у него должен быть крепкий тыл. Это я считаю. Потому что работа, тем более у офицера, это же круглые сутки. Работа, люди, работа с людьми, тяжелая работа. И, конечно, жена должна все это понимать. Валя все это понимала. Тяжело, да. Одной часто много приходилось быть. Но все это дело мы пережили. Трудно было. Да и сейчас бывают трудности всякие. Но, как моя мама говорила, жизнь прожить не поле перейти. Это было действительно золотые слова. На память о Юго-Восточной Азии у героя остался японский фарфоровый сервиз, который он привез в подарок жене ко дню рождения по возвращении на родину. Приобрел он его в Кабуле. Среди изящных блюдец и чашек большой интерес представляет оригинальный музыкальный заварник. Его подкручиваешь, и он играет. Наливаешь, наливаешь, он играет. Интересно. То есть такая память вам осталась, да? Вот память действительно о Афганистане тоже. Одна из, так сказать, моментов тоже. У меня, я сервиза пью чай, допустим, и я вспоминаю сразу, где был, что, знаете, так вот. Но это не тяжелые воспоминания? Нет, это, наоборот, это приятные воспоминания. После Афганистана Александр Петрович попал в Бобруйск. Причем он сам выбрал город на Березине. Говорит, попросился туда, где сложнее всего. Объясняет это так. По жизни привык преодолевать трудности. Служил в полку связи в крепости. Затем командовал военно-строительным отрядом, который возводил 115-й дом на Социалистической, где и живет герой вот уже более 30 лет. Меня закрепили за этим домом, и я отвечал за сдачу этого дома. И здесь вот в эту прихожую зашел генерал-полковник Шуралев, это командующий тогда округа. Тут еще офицеры с ним тоже. И он, слушай, полковник, сколько семья у тебя? Я говорю, тоже генерал-полковник, у меня двое, дочь и сын. Так, а это скольки комнатная квартира? Трехкомнатная тоже генерал. Все. Ага, он, Кожевников Иван Кузьмич, стоит рядом. Это мой непосредственный начальник, замкомандующего. Так, срок поставил нам. Сдает в этот срок квартиру. Вот эта квартира, это его. Все, вопрос был решен. А осталось за мной, что надо было сутками здесь сидеть. Я здесь ночевал. Ну, сделали все, срок, все. И получил здесь квартиру. И мы очень рады, что получил в центре все удобное. 19 лет своей жизни Александр Виноградов отдал работе в городском парке культуры и отдыха. Возглавил он его в нелегкий период для учреждения. Тогда были проблемы с посещением, аттракционами, выплатой зарплаты. Но благодаря его усилиям и умению сплотить коллектив, парк ожил, и сюда потянулись люди. Озера почистили. Озера заросшие там все было, почистили озера. Затем плитку положили новую. Затем запустили фонтаны. Парк ожил. То есть задача была, чтобы привлечь людей. Люди 4-5 месяцев не получали заработную плату. А людей надо было вдохновить, чтобы как-то начать жить, и чтобы добиться того, чтобы дело пошло. Новые аттракционы, и люди пошли. Люди пошли, пошли в парк деньги. Деньги пошли, стали получать зарплату, все как положено, все пошло, пошло. Потом подсоединили детский парк нам. Тоже там полностью мы отремонтировали, ограждение поменяли. Внутри все, ремонт театра там сделали. Именно при бывшем директоре в парке стали проводиться конкурсы, которые пользуются популярностью у бобруйчан и по сей день. Это «Играй гармонь», «Золотая теща» и другие. У меня теща была прекрасным человеком. Она сама медик, добродушный человек, открытый человек. И мы, когда с Валей приходили к ней, она не знала, куда посадить, и их что дать, и так далее, и так далее. Всегда с улыбкой, всегда. И поэтому у меня ассоциация от тещи только прекрасная и хорошая. И вот я этот конкурс, думаю, в парке, вот сели с режиссером, говорим, вот так, и так, и так. И вот стали проводить. И там вот в премьере он проводился лет уже 10, наверное, он проводил. К слову, с аккордеоном герой не расстается уже много лет. Любовь к этому инструменту у него с самого детства. Под настроение любит растянуть меха и сыграть любимые мелодии. Мне мама купила аккордеон еще с 9 лет. И я самолучкой так учился. В школе учился играть, но мне не нравилось там перебирать ноты. Это все мне быстро надо. Если делать что-то быстро. И на слух я подбирал песни, музыку. А еще Александр Петрович идет по жизни со спортом. Признается, на протяжении многих лет это помогает ему придерживаться определенной системы и самоорганизовываться. С 10 лет начал заниматься боксом, занимался где-то около 10 лет. Мне это очень нравилось. И так я по жизни иду со спортом. Я никогда не курил. Ну, выпить, как и все мужики русские, иногда, если надо, значит выпьем. А не надо и не надо. Вот такая система. Александр Виноградов убежден, чем крепче семья, тем сильнее государство. Он воспитал сына и дочь, которые подарили ему трех прекрасных внучек. Это прочный и надежный тыл в его жизни. Я Людмила Любимцева. Через неделю новый герой, новая история и тот же диагноз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова